В век пластиковой посуды, бутылок и летающих пакетов сложно найти место, где человек не оставил бы свой след. Особенно он заметен на природе. Далеко не все горожане следят за чистотой родных лесов. Мусор в скверах, парках и рощах множится в геометрической прогрессии. Роща Гузовского – одна из самых посещаемых в столице. Здесь с утра до вечера кипит жизнь. Дети резвятся на площадке, пенсионеры отдыхают под тенистыми деревьями. Студенты уединяются от городской суеты. По этой тропе как раз таки проходит мой путь от универа до дома. И здесь я бываю несколько раз в неделю уж точно. Мне здесь нравится, тут очень прибрано всегда и природы очень много. Чистота и уют всегда привлекают людей. Но мало кто задумывается о том, какими усилиями эта чистота достигается. Это уборка три раза в неделю случайного мусора, уборка очистка урн, а также подметание дорожно-тропедочной сети. Также мы планируем в летний период начать частично уже вырубку аварийных деревьев, а также уборку валюзника. С конца 2016 года более ста гектаров лесных массивов перешло в муниципальную собственность города. Это роща Гузовского, дубовая роща, роща Шупашкар и Обиковский лес. Состояние лесов оставляет желать лучшего, но преображение уже началось. С середины июня во всех зеленых массивах организована уборка территорий. Везде мусора много, особенно после выходных, хороших солнечных дней. Очень много шашлыки здесь делают. И хотел бы обратиться к ним, чтобы за собой убирали, хотя бы, я не знаю, в пакеты складывали. Потому что за неделю мы вывозим целый камаз, полный камаз мусора. И это заметим при условии, что погода особо не располагает к прогулкам в лесу. А что же будет, когда станет потеплее? Казалось бы, о том, что природу необходимо любить и беречь, знают все. Но неужели мы не знаем, как это нужно делать? Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика.